Всем привет, с вами Артем. В этом видео я расскажу вам, как можно запустить операционную систему Windows на вашем iDevice. Наверняка в последнее время вы видели много роликов, демонстрирующих работу данной операционной системы на iPhone или iPad. Как выяснилось, сделать это не так уж и сложно. Нам потребуется одно из приложений эмуляторов на устройстве, а также образ с операционной системой. Для начала нам потребуется добавить новый репозиторий в сиде jujul98 и установить из него любой необходимый твик. В этом источнике есть два расширения Box и DOS Pad. Первое расширение фактически является виртуальной машиной, на которую можно установить готовую копию Windows. Второе расширение, в свою очередь, является простым эмулятором DOS, на который также без проблем можно установить Windows. Сейчас на примере каждого из приложений я расскажу вам, как установить операционную систему Windows на ваш iPhone, iPad или iPod Touch. Начнем мы с приложения Box. Как видите, оно может быть установлено на iPod Touch третьего и четвертого поколений, на любой iPhone, начиная с 3GS. Также его можно установить на любой iPad, начиная со второго поколения. После установки и запуска твика вы увидите, что он не оптимизирован под большие экраны. Здесь нам поможет jailbreak расширение Full Force. Ранее я уже рассказывал об этом твике, который позволяет растянуть изображение несовместимых приложений на большие экраны iPhone и iPad. Обратите внимание, что это дополнение имеет две версии. Full Force необходимо устанавливать на планшеты, на все остальные iDevice необходимо устанавливать jailbreak твик под названием Full Force for iPhone. После установки твика заходим в его параметры, ищем приложение Box и выбираем режим отображения на весь экран для нашего iDevice. Следующий и самый главный ингредиент, который необходим для запуска виртуальной машины, это рабочая сборка Windows. Я нашел в сети компактный образ Windows XP, который как раз предназначен для установки на iDevice. Этот образ подойдет только для эмулятора Box, ссылку на него я размещу под данным видео. Подключаем наш iDevice с установленным твиком Box к компьютеру, запускаем любой файловый менеджер, например iPhone Box или iTools. Из корня файловой системы переходим по пути User Library. Если здесь есть папка Box, то копируем в нее содержимое архива, если ее нет, то предварительно создаем ее. Еще раз повторю, что в созданную папку вам необходимо скопировать содержимое архива, который вы скачаете по ссылке под данным видео. Подчеркиваю, не сам архив, а его содержимое, то есть архив предварительно нужно разархивировать. После окончания копирования заходим в приложение Box и видим там ссылку на запуск Windows XP. Процесс запуска данной виртуальной машины является очень длительным и напрямую зависит от мощности вашего iDevice. Чем будет мощнее и быстрее ваше устройство, тем быстрее вы на нем увидите знакомый логотип Windows XP. К сожалению, после этого придется подождать определенное количество времени, пока виртуальная машина настроится, распознает все компоненты вашего устройства и будет готова к работе. Данный процесс также может занять длительное время и напрямую зависит от модели вашего устройства. На более старых iDevice вам может понадобиться до 10 минут ожидания, перед тем, как вы перейдете на рабочий стол. После окончательной загрузки виртуальной машины вы увидите знакомые ярлычки «Мой компьютер», «Сетевое окружение», кнопку «Пуск», «Панель управления» и другие элементы операционной системы Windows. Как вы видите, скорость работы Windows XP на данной виртуальной машине оставляет желать лучшего. Конечно же, следует понимать, что запуск такой операционной системы на телефоне или планшете имеет исключительно ознакомительные цели и не предназначен для использования в повседневной жизни. У вас не получится комфортно работать ни в одном приложении в данной среде, однако вы сможете продемонстрировать ее работу вашим друзьям и близким. На мой взгляд, сам факт того, что Windows можно загрузить на ваш iPhone или iPad является знаковым и, возможно, в будущем мы увидим приложения, которые будут на полную реализовать данную возможность и мы сможем воспользоваться любым из приложений данной операционной системы. Ну а пока эта возможность необходима только для баловства или всевозможных экспериментов. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что эмалятор Box, к сожалению, не работает в режиме многозадачности. Если свернуть данное приложение и попробовать вернуться к нему, то нам необходимо будет ждать все то же время до запуска виртуальной машины, которые мы ждали при первом ее старте. Также данная виртуальная машина не совсем корректно работает с файловой системой вашего iDevice, соответственно установленная Windows будет напоминать скорее песочницу. Из нее вы не сможете получить доступ к другим приложениям или файлам на устройстве. Теперь давайте попробуем воспользоваться эмулятором операционной системы DOS и запустить Windows из-под него. Для этого нам потребуется архивный образ с более ранней версией операционной системы Windows 95. Ссылку на него я также размещу под данным видео. Скачиваем архив, извлекаем из него папку и опять же подключаем iDevice к компьютеру. В любом файловом менеджере переходим по пути из корневой папки в папку User, Documents и в нее копируем все содержимое папки из архива. Обратите внимание, что по данному пути должна быть скопирована не сама папка, а все ее содержимое. После того, как копирование будет завершено, возвращаемся к нашему iDevice и запускаем DOS Box. Кстати, эмулятор операционной системы DOS может быть установлен не только из Cydia, он также доступен в App Store. Соответственно, если приобрести его в магазине приложений, то можно провернуть данный фокус даже на устройствах без Jailbreaker. Однако, в таком случае скачанный архив с операционной системой необходимо будет ложить не по пути, указанному ранее, а в папку Documents в приложении DOS Box, которое вы скачаете из App Store. Итак, все, что необходимо сделать в эмуляторе, это набрать команду Win, нажать Enter и выбрать версию операционной системы, которую мы хотим запустить. Из данного образа вы сможете запустить Windows 95 и более раннюю версию Windows 3.1. Запуск операционной системы на DOS Pad занимает гораздо меньше времени, чем на эмуляторе Box. Буквально через несколько минут даже на самых старых устройствах вы сможете окунуться в головой знакомую операционную систему Windows. Для начала вы увидите синий экран, знакомое меню с установкой компонентов системы, а также с поиском драйверов. Делать здесь ничего не нужно, просто ждите и смотрите на экран. Распакованная и установленная Windows 95 из данного образа работает гораздо шустрее, чем Windows XP в предыдущем способе. Здесь вы без проблем сможете запустить несколько приложений или даже поиграть в игры, установленные на операционной системе Windows. Я видел, как умельцы в сети при помощи данного эмулятора запускают культовые игры Diablo, Baldur's Gates, Fallout и другие. К сожалению, на данном образе операционной системы мне не удалось настроить доступ к интернету. Возможно, это проблема конкретной сборки, а возможно, это недостаток эмулятора в целом. Зато вы сможете без труда запустить графический редактор Paint, насладиться знакомым солитером или сапером. Также вы сможете на полную ощутить все преимущества настоящей многозадачности и в одно нажатие переключаться между запущенными программами и играми. Кстати, в отличие от Box, DOS Pad отлично работает в режиме многозадачности, это значит, что вы сможете свернуть эмулятор и позже вернуться к работе с ним. К сожалению, данный метод также не подойдет для работы с приложениями Windows среды на вашем iDevice, однако это единственный способ увидеть синий экран смерти на iPhone или iPad. На этом все, не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!